Добрый день, уважаемые читатели Интернационального союза писателей. Сегодня мы беседуем с автором, членом Интернационального союза писателей Наумовым Германом Евгеньевичем. Многие знают этого автора под псевдонимом Иван Рассказов. Здравствуйте. У меня сразу такой вопрос. Когда вы почувствовали себя писателем? В детстве или когда вы стали финалистом народным писателем, конкурсом народным писателем? Значит, у меня такая интересная ситуация в жизни сложилась. В армии я начал писать стихи. Писал стихи, ну сам писал, допустим, девушкам, с которым я дружил там с девушкой, которая дружил до армии, которая меня ждала, и писал солдатам с нашим старослужащим, которые, узнав о том, что я могу писать стихи именно от имен женских, потому что самое главное в армии, это было, когда тебя кто-то ждал дома. Когда тебя ждали родные и близкие, твоя мама, папа, там, брат, сестра, это было одно. Но когда тебя ждала девушка, это было совершенно другое. И вот мы же служили два года, не как сейчас один год. И чтобы как-то максимально вот эти чувства у женщин, у девушек, они вспыхнули вновь, меня привлекали к написанию стихов старослужащие солдаты наши именно от имен женщин. Вот такие вот, допустим, имена. Ну, конечно, были разные стихи. Я писал там коротенькие, допустим, Таня там. Тихо нежной грустью. Т. Алмазный росепи звезд. Несет то имя надежда. Я понял, что это любовь. Вроде четыре, да, Таня. И вот эти заглавные буквы, использованные стихотворения, они приносили мне, конечно, огромные дивиденды в армию, потому что меня за это, ну, в принципе, я часто ел вечером со старослужащими картошку на кухне, когда уже был отбой. Это было прерогатива только солдат, которые, ну, уже давно служили, там уже полтора года, год отслужили. А я как молодой солдат, тогда в то время мы там назывались еще действительно молодыми салагами, я это не мог себе позволить. И меня приглашали вот старослужащие на такие вот вечера посиделки. Стихов я писал очень много именно таких вот имен женских в армии, но я тогда уже понял, что у меня какая-то есть такая вот жилка, но это были стихи. Рассказы, поясы я тогда писать не пробовал. Потом, когда я более созрел, стал предпринимателем, и у меня получилось предпринимателем, а стало в результате то, что я получил травму на производстве, и мне пришлось покинуть производство. Я перестал работать и себя найти, я смог только и заработать, естественно, деньги на существование своей семьи, я мог только предпринимательством. Вот так у меня получилось, у меня получилось все хорошо, удачно. Когда я отработал какой-то период времени, у меня появилось время. Я уже заработал какие-то деньги, построил, значит, бизнес-структуру, которая мне давала, соответственно, доход. У меня появилось время. И я как-то вот в какое-то время сел и просто написал первый свой рассказ. Рассказ был небольшой, короткий. Я его публиковал на сайте Прозору. Он почему-то так вот сразу же завоевал там симпатию. А там же, знаете как, там же независимое голосование. То есть голосуют авторы сами за себя. И когда голосуют сами за себя авторы, получается, что там никто не может никак повлиять на итоги голосования. Соответственно, когда этот небольшой рассказ привлек такое огромное количество внимания именно авторов, и авторы там по-разному писали. Кто-то говорил в таком коротком произведении, он там использовал эмоциональный определенный окрас. На наше сердце читателей повлиял вот именно вот это эмоциональный окрас. Там же голосование у меня было. Я там попал потом из 100 лучших писателей, еще, еще, еще. И, соответственно, получилось так, что у меня очень хороший получился такой задел вот именно на Прозору. Потом я написал еще несколько рассказов. И самое, что интересно, вот эти мои эмоциональные рассказы, они у меня были именно про детей-сирот, потому что я отношения имею именно к этому категории граждан, потому что я являюсь еще и председателем, членом правления ВАИ, Всероссийское общество инвалидов, председателем одной из организаций Всероссийского общества инвалидов, сам являюсь инвалидом. И, соответственно, вот эта моя работа, она наложила отпечаток на мои произведения. Это были короткие такие эмоциональные рассказы именно про детей-инвалидов. Потом от детей-инвалидов я перешел по тем тематикам, которые меня волновали, потому что у меня очень много детей, я многодетный отец, у меня пять детей. И меня перешел на тематику, посвященную наркотикам. То есть наркотики среди детей, наркотики среди молодежи, среди женщин, среди мужчин, соответственно, среди, в основном, молодежи. Это приводило к отказу от детей, дети рождались очень уродливые, там еще какие-то формы были, такие страшные проявления именно приема наркотиков. И, соответственно, у меня вот от этих вот рассказов, я их тоже разместил на ProZero, но начал уже тогда, я вступил в Интернациональный союз писателей. Вступив в Интернациональный союз писателей, я начал активно принимать участие в различных фестивалях, конкурсах. И самое, что интересно, наш покойный Александр Гриценко, которого я очень любил и уважаю, и он для меня всегда будет живой, он заметил такую тенденцию. Мои рассказы, прочитав женщины, которые даже опытные уже, сами являетесь, писательницами, да, и были членами жюри, они просто, ну, ревели. То есть ревели, они были действительно очень сильно эмоциональны. От этих рассказов, ну, видимо, у меня вот так вот пошло, от этих рассказов я перешел еще к одной категории рассказов, это «Дети на войне», Великой Отечественной войне, это концлагеря, гибель нашего мирного населения во время Великой Отечественной войны, концлагерях, просто в каких-то, ну, условиях, да, военных, военного времени. У меня много рассказов, такие как «Солоспилский слайдер Кутергов», «Холокостские яблоки», это про женщину в Холокосте, которая погибла, соответственно, ну, про девочку, у которой мать погибла, ну, и другие такие рассказы, которые, в принципе, стали вот таким проявлением моих, вот, наверное, вот таких вот чувств добрых, что я, ну, в душе у меня накипело, что я уже накопил, я выплеснул это все вот на лист бумаги, соответственно, написав эти рассказы. А сейчас дело в том, то, что я в последнее время стал много писать стихов. В основном это стихи, это эротика, эротика 18+, менее там, сенсов 18, и эта эротика, эротические стихи, да, они довольно сейчас востребованы, их очень много читают женщины, девушки, мне даже с тюрьм пишут, женщины из женской колонии, потому что они очень эти стихи часто читают, и вот им нравится, ну, и другие, конечно, гражданки, ну, и граждане пишут. Стихи интересные, могу прочитать один. Я сразу хочу спросить, почему эротика, почему? Эротика, ну, видимо, эротика, видимо, ну, меня тоже это привлекает. Ну, это в лирическом жанре? В лирическом, это художественная, эротика такая художественная. Вот дева юная, кувшин с вином любви, и спить этот хочет. Юноша и старец, в глазах твоих горят любви огни, какую красоту создал отец-аварец. Ну, вот беда, лишь только сделавший глоток, младой любовник дальше убегает, а пожилой не может сделать, что тот мог, и дева только время с ним теряет. Когда найдется бравый винодел, которому вино понравится по вкусу, он будет пить их между общей с тобой дел, отдавшись на свежестие, как пьяница бахусу. Но это менее эротичные стихи. Это менее. Есть эротичные стихи, они тоже на грани такого, прямо вот, ну, я сейчас просто зачитаю, буквально небольшие. «Обнимая тебя и ласкаю, зародилась любовь и грехи от усталости, ложусь с края, но почти всегда я в тебе стонешь страстно, с надрывным криком и все просишь сильнее обними, и я снова со страстным бзиком, разрывая тебя изнутри. В темноте раскиданы косы, грудь белеет своей ноготой, словно утренние белые росы. Подсмешался мой и твой, я целую грешное тело и губами пью запах любви. «Сердце в космос мое улетело, где горят наши две звезды». Ну, это уже такие поэротичные. Есть еще эротичные, лучше читать не будет. Я прям Пушкина сразу вспомнил. Граф Нулина и все его эротичные стихи. Вот такие, да. Это очень эротика такая, прямо на грани. Вы продолжаете этот жанр Александра Сергеевича? Наверное, да. Потому что, ну, вы понимаете, что самое главное в жизни мужчины, мужчины, я считаю, что все движет в жизни мужчины, это женщины. Это любовь к женщине, любовь к семье, детям. Соответственно, ради женщин мы и совершаем подвиги, и совершаем какие-то поступки. Мы вкладываемся в отношения своими делами, поступками, какими-то различными. Женщина нас мотивирует на все. Я хотела задать вопрос по поводу произведения вашего тайна «Шаман камня». Я знаю, что помимо того, что вы писатель, вы еще и шаман. И мало того, что вы не просто шаман, вы из космического рода Тафаларов, малочисленного народа. Сохранился этот народ сейчас? Сохранились? Я являюсь, ну, как бы, таким маленьким осколочком этого народа. Сам народ Тафаларов живет в Иркутской области, в Нижнеудинском районе. Сами, остальные Тафалары, наверное, около 50-70 человек, раскиданы по всей стране, по всей Российской Федерации. Они есть везде, по одному, по два, там, по человеку с семьями, которые живут. Даже есть на Украине Тафалары. Вот, там два человека. Но сейчас в случае было из последней первой, что на Украине есть. Это было еще, по-моему, 10-й год вот такой был, значит, до конфликта, до военного. Но Тафалары, это такой народ, да, действительно, его считают, что они пришли, появились дети, да, космоса, они сами считают про это себя. Видимо, у меня вот это, что какая-то есть связь у меня с космосом, еще именно натолкнуло на эти тайны шаман камня. Ведь это же, получилось, я связал фэнтези, фантастику, мистику, приключения. Там несколько жанров я связал в одну. Когда читали люди мое произведение, более опытные, да, писатели, они отмечали, что у меня действительно очень многое. Я так все это связал, и все так получилось. И интересно, что, ну, довольно у меня очень много отзывов. Она же у меня национальную цитутную премию выиграла, тоже на прозеру. За меня именно голосовали писатели. Это огромное интернет-пространство, где вот за меня голосуют. То есть это должно быть только статусное, достойное произведение. Только тогда оно вот даст такое вот количество голосов. И понравилось в тайной шаман камнях, я же еще являюсь и байкером. Я катаюсь на мотоциклах, на тяжелых мотоциклах Honda Goldwing. Я голдист, очень интересный мотоцикл, один из самых тяжелых мотоциклов в мире. Поэтому, как бы, и включил тоже в это произведение обязательно вот про сюжеты про байкеров. У меня во второй уже книге там были байкеры. Александр Залдостанов, который его знает уже по нашему прозвищу, ну, хирург, да, у него был. Вот я хотела спросить, знаете хирурга? Знаю, конечно, да, Сашу знаю, потому что я тоже как бы ездил, здесь катался, ну, один-два раза, но катался. Вот, ему книгу подарил, тоже подписал, именно приезжал туда, ему лично вручил. Видел его, когда он ездил, видел он, когда ездил на еще в свое время Севастополь, потому что я сам часто езжу в Крым, Севастополь, вот, у нас там было много фестивалей, вы помните, да, сейчас, конечно, и, к сожалению, уже маленько прекратились, но это все, я думаю, в будущем все возобновит свою работу. Керман Агеевич, нам говорят, осталось два вопроса, я буквально, из того, что я читала по поводу шаманизма, для того, чтобы стать шаманом, это нужно уже с детства иметь склонность к этому, и старый шаман, ну, не старый, я пожилой, уже довольно опытный шаман, просто наблюдает за этим мальчиком, а потом его вводит из того, что я читала, опять же говорю, можете меня поправить. У меня есть наставник, это шаман Сахорий, я сейчас уже, правда, в последнее время к нему не ездил, но в свое время лет семь назад, семь, шесть лет назад, пять лет назад я часто ездил туда, в Нижнеудинский район, и с ним беседовал, общался, он мне, значит, передавал какие-то определенные знания свои, я учился у него, я вам сейчас скажу, что шаманы, единственное, вот, Тафларский, они всегда знают, когда они умрут, вот, он до сих пор еще жив, и он сказал, что когда вот он, ну, почувствует, что вот у него будет кончина, он мне передаст все полностью, я поеду и вот буду у него до конца, вот, заберу вот у него вот эту вот энергетику, вот этот опыт. Занимаюсь именно обрядами у себя в районе, в нашем Бадайбинском районе, езжу, у меня там есть определенный камень, я два раза в год это делаю, когда у нас проходит становление природы, то есть весна меняется летом, растает, да, тает у нас снега, появляется вода, реки, соответственно, полноводие, они вздуваются, лед проходит, вот в это время, когда начинают первые почки появляться, трава зеленеет, вот в это время я совершаю обряд. И второй, когда природа замирает, то есть это получается осень глубокая, начало зимы, то есть когда все замерзает, птицы, наоборот, природа начинает подготавливаться к зимнему сну, я в это время совершаю второй обряд. Чаще обряды я не делаю, потому что все говорят, которые, вот шаманы, в принципе, я сразу же хочу сказать, я это хорошо знаю, все говорят, которые совершают обряды чуть ли не каждый день, там, или раз в месяц, это очень сильная потеря энергетики, это можно заболеть, это раз. Во-вторых, все, кто это так говорят и делают, что они так делают, это 100% не настоящие шаманы, потому что это нельзя делать. Совершенно разбалансировка энергетических сил, темных, светлых, когда наконец наступит гармония? Нет, это однозначно гармония. Вы же знаете, у нас уже сложилось так, что, в принципе, мы должны все понимать прекрасно, что Российская Федерация, Россия, это оплот традиционных ценностей. От традиционных ценностей в семье, в любви, в отношении человека к человеку у нас все логично, разумно и понятно. То есть это все идет веками, с наших предков, как это все шло с испокон веков, так оно и идет. Возьмем другой цивилизованный мир, который стоит по другую сторону, который сейчас на сегодняшний день ополчился против нас, и который пытается, значит, любыми способами, ну, практически уничтожить Российскую Федерацию. Мы встали на сторону, у нас позиция правильная, верная, но она, она в связи с тем, что мы все-таки государство одно, другие нам просто симпатизируют. Соответственно, мы встали на этот бой, бой за нашу веру, за наше понимание, что такое человечность, понимание, что такое традиционные ценности, но и плюс к тому же за наши ресурсы. Давайте будем откровенно быть, у нас огромные ресурсы, которые всегда и всем нравились, и хотели их всех всегда захватить. Это и Англия, это и, возьмем старое, допустим, нашу историческую всю действительность, всегда были войны только за наши ресурсы, всегда все хотели нашей земли, всегда хотели наши ресурсы, соответственно, это тем более, когда сейчас всего идет нехватка на земле, количество народов, наше население увеличивается, говорят, уже и 8 миллиардов будет, да, это же уже такая цифра, которая, в принципе, беспокоит очень богатых людей, которые, соответственно, находятся по другую сторону, и, видимо, вот эти все войны и все вот это, негатив, все вот эти все вещи, они идут оттуда, и я не думаю, что это успокоится в ближайшее время, потому что их много, у нас-то уже немало, но настолько все эти сильные течения, и они же разными способами пытаются уничтожить и нашу страну, и вообще все то доброе, во что я верю, во что меня влаживали, воспитывали мои родители, и за счет вот этой вот братоубийственной войны, которая считается, все считают, что она братоубийственна, но мы не можем по-другому поступить, потому что мы защищаем, защищаем свой дом фактически, вот свои ценности, именно в том государстве, которое сейчас вот проходит военное действие, иначе бы просто-напросто бы уничтожили бы нас. Что бы вы хотели передать начинающим писателям? А, начинающим писателям, никогда не бойтесь, пишите все, издавайтесь свои произведения, приходите к нам, национальный союз писателей, мы всегда вам поможем. У нас очень много статусных авторов, есть авторы, которые хорошо разбираются в литературе, у нас есть курсы литературные, на которых можно обучиться, и начинающим писателям, и писателям, которые считают себя уже более грамотными, но дополнить свою квалификацию можно спокойно на этих курсах. Курсы очень хорошие, поэтому пишите, самое главное, никогда не ложите перо, не отвлекайтесь, если у вас это в крови, если вы чувствуете себя писателем, поэтому пишите, и будет у вас все, в принципе, всегда получаться. Спасибо. Спасибо.